ваше здоровье друзья добрый день второй канал немножечко перемещаемся по городу в принципе сегодня будет весь ролик из-за руля потому что подъехали новости которые хочется обсудить есть пара мыслей которые тоже с вами хочется обсудить так вот самое великолепное событие грустно я сейчас типа не пытаюсь задеть но мне мне просто я мне очень было весело лада веста перевернулась у военной автомобильной инспекции по при выполнении полицейского разворота если вы не видели этот видос вот он и у мужиков определенно точно выдался головокружительный день до сегодня будут шутки такого формата на втором канале вот лада веста управляемость говорили они мы поработали над тележкой эта тачка рулится лучше чем все остальные говорили о них самый прорывной продукт автоваза с точки зрения управляемости говорили они и ведь не врали тема в том что просто фраза что самый управляемый и самый устойчивый и самый комфортный по подвеске автомобиль с точки по сравнению с моделями автоваза подразумевает что он сравнивается с автовазом автоваз как бы далеко не топчик и все то что они предыдущие делали я думаю что мне кажется что это был первый первая попытка исполнить вообще полицейский разворот на серийные продукции автоваза потому что до этого все точно понимали что он тут вообще без шансов что мы точно вы окажемся на голове через какое-то время по-любому здесь хотя бы была надежда у пацанов что типа что хотя бы может быть прокатит но не получилось не фартанула лада веста самая лучшая управляемость в классе как опять же говорили они в этой новости прекрасно все военные делали полицейский разворот кто в здравом уме и в светлой памяти пойдет на ладе вести делать полицейский развод где вы видели вообще чтоб наша доблестно я щас не гоню на ребят ну типа полиция гаишники классно молодцы вопросов 0 но я лично в своей жизни не в сводке новостей не на дорогах общего пользования не в принципе не я никогда не видел чтобы наши в принципе исполняли полицейский они много чего другого исполняют давай так но полицейский разворот типа когда вы последний раз видели что у вас на районе типа полиция преследующую бабушку которая сперла из пятерочки два яблока с полицейским разворотом типа да 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 ну ох блин влетит что-то мне кажется нам знаете шутки это шутки все я шучу да я шучу ребята не ну а если серьезно кто у них там конкуренты полик смысле конкуренты у них что закупили на том и ездят нет я имею то что если просто концепция тачки не управляется она на фоне класса хорошо но в принципе я так понимаю что возможно ну я только посмотрел ролик один раз текнул и все больше как бы ничего никакого дальнейшего взаимодействия не было я не узнал что это было серийная веста и это специально подготовленная переворота да кстати кроме шуток а перевернулась так классно я вообще технически технически парни разворота сделали но все в порядке чисто технически она стоит носом в другом направлении какая какие вопросы есть все живы все живы травм нет травм нет разворот выполнен выполнен все какие вопросы могут быть парням но кроме шуток ну типа по идее же все патрульные и проще они специально подготовлены насколько я знаю то есть там у мотора бывают иногда свои нестандартные стоят и типа ну подвеска вряд ли до подвеску вряд ли не дорабатывали я думаю что смотрите я думаю что если такую же фигню вытворить на пола результат будет примерно такой же то есть это сейчас не гон в сторону весты и не в сторону военные автомобильные инспекции все молодцы задорно проводят дни это за типа у ребят интересная работа но захватывает дух какие-то моменты я думаю мне 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 больше все интересно реально зачем ну типа зачем они пытались это сделать может быть если кто-то там но в контексте истории то напишите короче ситуация следующая мы тут едем с пашей в каршеринге на киа рио и что мы делаем конечно же обсуждаем какое говно делать бмв в последнее время так вот не сильно отличаясь от того что происходит в наших трамваях но просто в каршеринге за 4 рубля минута кайф короче мимо нас проезжает x2 и паш такой-нибудь ну в целом дизайном все плохо но вот жоп нормальная в три четверти окей не знаю они неважно в какие какая четверти в какие четверти бмв кусок говна x2 ну ладно короче я вот с этим не сильно согласен вот смотрите так как я можно сказать условно немножечко олдфак в плане автомобилей вот современная школа автомобилестроения и школа там хотя бы там лет десять-пятнадцать на уж сильно отличается сейчас у каждого производителя есть просто фигово гора моделей фигово гора тачек и все это только лишь потому что все платформы грубо говоря производители сейчас нужно просто один раз за очень много денег и за очень много усилий там мозговых создать платформу сейчас на уже позволю сейчас уже можно сделать одну платформу на на весь модель на ряд и сделать там вообще все что угодно но единственное что у вас будет только там разница поперечные продольные моторы привод передний задний то есть вот это вот эти вещи важны эти вещи важны но как бы по сути весь фольксваген и три платформы сейчас на данный момент вообще весь фольксваген так вот возвращаясь к бмв короче тема в чем раньше чтобы сделать какой-то автомобиль его нужно было разрабатывать с нуля полностью и риски были очень высокие потому что разработать любой автомобиль это было много времени денег русей и поэтому когда поэтому на самом деле очень мало было ситуации когда автопроизводители делали какую-то тачку да конечно это бывает за но их было очень мало когда делали какую-то тачку и она не выстреливала то То есть, помните, там, типа, любые немецкие автомобили образца, там, типа, 90-х, там, 80-е, 90-е, там, ранние, 2000-е, очень мало было автомобилей, которые не пользовались спросом, которые при этом выпускались концерном, любым, BMW, Mercedes, Audi, неважно вообще, или японские, туда же. Все только потому, что подходили с головой к созданию автомобиля, потому что понимали, что нужно сделать то, что обязательно зайдет, потому что цена большая. Разработка автомобиля очень дорого стоила. Сейчас есть платформа, и, в принципе, ну, ты новую модель можешь делать за очень дешево, ну, прям очень дешево. То есть, после того, как у тебя уже разработана и готова платформа, дальше уже можно платить сколько угодно моделей, и это будет очень дешево. Поэтому сейчас можно упарываться как угодно. То есть, грубо говоря, там, типа, ну, какой-нибудь тот же самый X2 не мог существовать еще хотя бы, там, лет 15 назад. Не потому, что людям не нужны были маленькие, компактные кроссоверы. В перехетчбеке не до кроссовера, вот это вот ужас, вот это вот, знаете, это когда, вот, типа, грудь первого размера взяли и накачали силиконом, так что она прям вот такая же. А маленькая, но она вот такая, абсолютно круглая. Не знаю, почему у меня такая аналогия, но, типа, это же максимально странно и стрёмно выглядит. Ну, откровенно, ну, камон. И вот тут точно такая же история. Берут хэтчбек, в него раздувают. Вот, пожалуйста, вам. И раньше, ну, спрос-то и был. Людям нужны были маленькие, компактные вены. Ну, не вены, кроссоверы, вот такие хэтчбеки, вот это все. Просто то количество людей, которые могут себе купить этот автомобиль, оно что сейчас, что тогда, было таковым, что именно разрабатывать полностью с нуля бы автомобиль пододелал, никто бы не стал, потому что все в здравом уме, все понимают, это дорого. Сейчас пофиг. Давайте 38 моделей хэтчбеков, 24 кроссовера, еще 15 седанов. И все это называется BMW. Одинаковая совершенно. То же самое с Audi. То есть, типа, не думайте, что я на BMW накид. И с Mercedes там все тоже. Мы сейчас едем с обзора, мы сейчас едем с съемок обзора А5, где я там разгонял блог про вот платформу MLB. На которой сейчас, по сути, построится весь Audi. Cayenne, Touareg и бла-бла-бла. И там вот от А4 до Q7. И у BMW тоже самое, тоже современная платформа. Там тоже все один в один вообще. И вот хорошо или это плохо, фиг пойми, это просто данность времени. То есть, можно, конечно же, типа, там, бомбить, что вот, у нас поэтому не будет настоящих автомобилей теперь больше никогда. Но вот это, это данность же все. Типа, производители технологический процесс дошел до того, что вот сейчас у нас автомобили вот такие. И все мог. На самом деле, вот, наверное, вам нас рассудите. Я, вот мне было бы лучше, если бы не было бы X2. Как и Q2, например. Если кто-то видел вообще, что это такое за ужас. Я видел один раз в Европе, мимо меня проезжал Q2. В базовой комплектации, с некрашенными бамперами. Ну, скорее всего, там, механика была. И в тот момент, когда он мимо меня проезжал, я усомнился в своей любви к Audi. Чтоб вы понимали, насколько там все плохо. Это, это, очень плохо. Мне бы, наверное, было бы лучше, если бы этих автомобилей не существовало. Но, с другой стороны, я понимаю, что вы, во-первых, ничего сейчас не видите. Во-вторых, что, ну, никуда от этого не денешься. такое сейчас такое время сейчас и дальше будет только веселее mercedes то сейчас друг от друга не отличишь лампово лампово вот поставить его типа на 200 метров на 100 метров от вас не рядом друг с другом чтобы вы могли видеть разницу в габаритах а вот просто вот один его поставить е-класс в три четверти но я думаю очень мало из вас кто поймет что это ешка именно и спросил ешка или с-класс что это хрен отличишь же реально цешка ну да она там все-таки чуть-чуть отличается там если ты вот долго всматривался в церковь ешку рядом хорошо это или плохо но наверное фиговенько да ничего хорошего с другой стороны я еду сейчас по москве в каршеринге в принципе вот рио и был бы тут совершенно другой вообще абсолютно всем пофиг мне в первую очередь просто вот есть категория автомобилей которая нужна просто для того чтобы вывозить задницу и как раз таки для этих автомобилей ну и проектируются там все платформы и так далее но при этом же у нас rs-ки м-ки прочие всякие тачки они же остаются они же есть они конечно не такие злые стали в последнее время потому что экологию все конечно тем не менее то есть если ты упоротый на тебя все равно продукта есть можно купить и дальше там чуть корчунуть навалить туда все пишите в комменты ваши мысли я не знаю на чем на чем закончить эту мысль меня заставили это записывать я я был против следующая мысль вот я сейчас еду в генезисе это хенды дженезис это вам не херня из-под коня супер люкс лакшери автомобиль и бла-бла-бла и вот ну кроме шуток у меня есть очень большой вопрос я понимаю что типа корейцы пытаются натужно вылезти типа в премиум сегмент и много кто пытается это сделать и так далее и они смотрят на японию у которых получилось когда-то это сделать и хендеки тоже такие типа ну давайте тоже сделаем суббренд повесим шикарные значки сделаем вот такой автомобиль ну это много чего еще было и будет продаваться но как ты а мне вроде не продается сильно во первых во вторых мне кажется вот все вот эти заигрывания с премиумом со стороны японцев и корейцев ну кривенький я понимаю что лексус сам по себе шикарен в замечательным окупается бла-бла-бла вопросов ноль но у лексуса в нашей стране есть некая ну история условное что у нас он воспринимается именно как бренд потому что мне кажется что самое важное в премиальном автомобиле в любом который претендует на то чтобы ты ездил немного с более раздутыми ноздрями чем ты ездишь обычно самое важное автомобили это бренд это значок и тот смысл который в него вкладывается который есть в головах у людей в стране в мире не важно потому что ну давайте объективно будем честными то есть когда вы себе покупаете там мерседесы audi бмв ягуары лендровер вот это все вы же типа покупаете их не потому что вот этот автомобиль может пройти поворот на 100 там стольки-то километрах вот под таким-то углом ща пойду проверю нет вы его покупаете для того чтобы типа мама я на мерседесе заезжаешь во двор где не знаю живет твоя бывшая одноклассница еще кто-то неважно типа ты просто заезжаешь вот папа приехал потому что у папы мерседес это базовая ешка с 1.8 всем насрать ты же мерседес или c-класс 16 или или силы типа что-то в этом духе все же по все же покупают ради бренда всем уже давным-давно положить счетом за мотор то есть вся эта вонь в комментах в интернете по поводу что вот легендарные тачки ушли и так далее в 90-х почему все хотели немцев потому что ездили на их бандиты потому что все уважаемые люди сразу себе обзавелись немецким автомобиль только поэтому ну камон давайте ну откинем вот это вот вот это вот налет что мы тут с вами все разбираемся в автомобилях и реально понимаем что там как тележка как там все устроено как там это все едет я вот 10 лет за рулем я вам честно могу сказать я проехал ну довольно много тысяч километров то есть я эти 10 лет не просто номинальные справа я всегда в руле я вам объективно честно могу сказать что я херва знает как как ведет себя в какой автомобиль вот так вот на поворотах и так далее у меня нет титулов экстремального вождения у меня нет там за спиной много там часов практики какого-нибудь контраварийные там подготовки еще же у меня нет я просто обычный водитель ну вот с точки зрения руление вождения я просто разбираюсь в автомобилях что там внутри происходит а как водителя совершенно обычный человек и вот с высоты моего обычного человека ну где-то в районе с высоты небольшой кому он выж просто едете на приятной тачке на какой-то и самое важное это значок история этот смысл который заложен в этом что если ты бмвиста ты резкий дерзкий ты на 316 а едешь но ты резкий быстрый дерзкий типа если ты на мерседесе ты вася такой вальяжный комфортный потому что куда мне спешить я уже все успел у меня есть макс я хорош а если ты ездишь на аудито ты сидишь на форумах обсуждаешь какой чип навалить пацаны вали типа там пытаешься со светофора уехать разогнаться до 80 километров в час при этом чтобы коробка не отвалилась с мотором вот это все типа у каждого своя специфика и но тем не самое важно это бренд и вот в этом проблема что вот вы у этого значка нихрена нет автомобиль до нормальный автомобиль ничем сильно там не прям уж очень уж хуже чем все остальные но объективно он едет себя как-то едет кожей присутствует присутствует там трубовый мотор двухлитровый да и хрен с ним у всех такие же ок говно вопрос все вот как обычно да выглядит немного по-другому но мне кажется самая большая проблема это вот значок на капоте на руле и восприятие вас потому что не только же вы сами сидя в автомобиле там воспринимаете какие-то свои эмоции исходя из там бренда все же люди вокруг тоже вас воспринимают как владельца hyundai или даже хрен с ним они не знают что такое дженезис они не знают что это корейские корейские автомобили но все равно они видят что не присутствует значка mercedes bmw audi они такие все что это за машина хрен его пойми непонятно чуть такое типа поэтому обычная тачка ох фаршак какой вот наверное к фаршакам у них все таки так как у них конструкция совершенно другая но вот конкретно вот у этого когда у них конструкция совершенно другая там задний мотор там вот это все то есть это куда тут понятно почему но когда мы вот с вами говорим про вот эти стандартные седаны там е-класса условного когда вы там допустим подходите изначально мы к с чего разгон-то начался паша такой снова достал камеру снимай дальше что он такой тип нет мне вот все-таки тут не нравится я себя чувствую здесь некомфортно эргономика какая-то не такая все-таки то есть он объективно хуже этот продукт да бля такой же он он такой же просто когда вы подходите к автомобилю к audi к мерседесу бмв у вас это вы даже не отсекаете что у вас уже этом говно в голове работает что если ты под если ты идешь садишься в мерседес ты не знаешь на мерседесе все будет все дела а тут ты просто изначально знаешь что хендай это и ты будешь пытаться придраться каждой мелочи которая у мерседеса бы прокатила которая у ауди прокатила бы у бмв тоже не было бы вопросов едет ли она хуже нет даже может он даже как-то приятно разгоняется даже интересно хуже ли он по материалам да нет да такое же все единственное что отличает эти автомобили это вот ну типа говно в голове у людей все больше ничего маркетинг все у нас автомобили делаются и продаются маркетингом уже давно никуда вы от этого не денетесь то же самое что и разгонял про платформы намного уже в то есть намного важнее уже для производителя создать смысл купить тачку вам для вас чем создать какую-то техническую уникальную хрень даже вжимает даже хорошо не реклама генезиса мы в крашеринге едем но проблема проблема его никто не будет покупать он и не продается нафиг никому не уперся потому что нету смысла именно какого-то такого ментального они идут куда они идут они в крашеринг идут все куда-то где ты вот давай покажи где гены вот бмв вот чё еще он паршак стоит porsche мерс audi рапиды lexus чё еще бмв чё-то как-то генезисами то не завалено все знаешь audi и mercedes проехал ну типа потому что есть в голове история уж такая ты покупаешь mercedes ты не покупаешь автомобиль ты покупаешь mercedes нет дети про другое что он бмв еще выезжает он еще бмв не генезис не не инфинити мне кажется единственный смысл который создали инфинити у нас в стране это помнишь был такой мемасик где какие-то чуваки кавказским голосом озвучили рекламу инфинити что вот так будешь открывать дверь ручку вот так будешь ездить когда папа подарит инфинити ты это не видел а ты чё это надо показать это кажется не единственный смысл прикольный который создали у нас пиники в свое время а так то все вот теперь точно пока